И полегче я уже по чуть-чуть начинаю Как вот реально, какой-то больной, его выпустили, понял, с дурочки, либо прокололи какими-нибудь препаратами Только я понимал, что я трезв, абсолютно трезв И я сейчас настолько чистый, настолько счастлив, как несчастливый И когда вам в следующий раз скажут, что выхлоп не было, я с удовольствием И я гарантирую тебе, что никогда больше ни одно наркотическое трезвие не войдет в меня Отпиши мне этот подвал Мини-кровать, ну типа раскладушки, да? Не сказать, что окошко, но такая круглая ниша, понял? Чтобы хоть какой-то источник света был, чтобы я понимал хотя бы это день или ночь Дальше, стеллажи, ну вот своего рода спаянные железные какие-то реки, да, с деревянными досками Вот, вот эти стеллажи для хранения чего-то Возможно, это был какой-то сарай для инструментов, либо, ну в общем, это было подвальное помещение У меня единственное, что, вопрос остается, они реально ему помогать хотели и в подвале просто закрыли? Или чё? Я не понял, просто мне показалось, что это уебаны какие-то Так это, ну чел ломает, чтоб он не пошел, и снова его просто в подвале держали Нет, ну я понял, метод такой, просто он так сказал, меня закрыли в подвале, но он говорит, я не ожидал, что от меня вылечат И меня закрыли в подвале, я не могла объединить это сознание Слухайте, всё было комфортно, всё было вполне нормально Ещё забавно, когда ситуация, когда вы подвечивали Ну то есть не какой-то столик, чашки, ложки, места, когда потом я узнал, которое спасло и очистило не одну душу Слушай, а я настолько сильно относился к тому, чтобы мама не узнала, что скорее всего нет Единственное, чему она обрадовалась Я больше не люблю И она говорит, это хорошо Знала ли она о том, что я сидел на всех остальных вещах, нет Узнала позже И надеюсь, что не узнает, и до сих пор не узнает А возможно и знает, но не говорит И не хочет И я не хочу ее На сегодняшний день трезвость это главное достижение твоей жизни? Да Главная победа Я очень горжусь собой, что я выбрался оттуда, откуда не выбирают Что узнала, он рассказал, да? Оттуда нет обратного пути, понимаешь? И чем дольше времени ты не скажешь себе, не признаешься в том, что да, ты зависим и слаб Тем больше тебя затягивает туда Первый шаг это признание того, что ты зависим, ты слаб Второй, это уже поиск решения И это главное достижение Я пока не могу применить это заклинание Я измениться уже Это заклинание еще не готово Блядь Сука, разбавит Это упал в мирах китайских Г やк? Герзан калифянски и жарит Android rik Китайские? Да Китайские это не юрд toys Вот и это чаоцзы Ciauzzi Цяуззы 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 Хуяо-джи Цяуззы Цяузззззззззззззззззззз caps Я тебе блять, выпуск manos тяузззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззгыя первая контраст разбавил прикиньте вот так вот вот так вот вот так вот и хуя и теперь сидят рофли что-то я еще после этого не отошел нахуй аллилуйя брат булочка китайской стене ты не видел мою бабушку ты меня не короче мы едем есть этим там тоже есть дамплинги так подожди есть акцент кстати дам не тяо джим там нет н ты дарисовываешь буквы там еще простите это филипинэф ты получается поднимаешь руками воду руками воду поднимает руками поднимает вот я видел видел чудо господне чудо а может сердечко я так романтично ты сейчас навали во первых валю мэй чуть-чуть ебаш бля он чё стримил хорош все достаточно все у вас уже вот мусоров да все-все-все быстрее покидаем включение все-все давай валим тебе заплати конечно у меня стрим у меня стрим заплати заплати за меня у меня стрим воском хуй то нормально давай про твой первый контракт в китае где-то чё на хуй на суни рикса снята блядь погавали что здесь произошло блядь на рэдмэй мы оставались с мамой в подвале ночевали и знаешь так романтично читали сказки друг другу ну представляешь прячась от вот этого всего которая была там подвальное помещение не сказать что оно обустроено там специально под какой-то бомбе убежище нет просто там соленья знаешь помидоры огурцы и вот там принесли раскладушку матрасик и несколько раз оставались там ну прям когда самая самая жесть была прилетала в радиусе до 25 метров от нас мы живем прямо на машзаводе туда в завод прилетала неоднократно вылетали стекла но это что главное живы здоровы а потом началось уже более-менее затишье я не скажу это перемирием но более-менее стало тихо снарядным ударом и чё и предложили мне контракт у меня есть подруга мы с ней вместе пересекались она была директором шоу-балета я работал шоу-балете в донецке я не считаю себя востребованным но тем не менее что-то умел а сейчас уже старый спине коленям давление скачет прикинь член не стоит и это только 36 лет что дальше у кого я и говорю блять почему именно китай буду откровен из-за корыстных целей вот эти писюнчик не это самое не тренировал вот уже и подводят блять барахлит стартер барахлит стартерочек у старенького а потому что чё потому что не балдел не качал самую главную мышцу в своей жизни здесь ловля заклинали мучу еще не готова и приехав сюда я понял что все деньги мира находятся не там не где-то в америке там понял они находятся здесь и потом я понял что знаешь какой-то это не мышца ну блять братан ну и ты больше разбираешься в пенисах окей пусть не мышца блять братишка не то что там восхваляю да и прославляю китайское правительство нет но здесь все как-то настолько правильно настолько размеренно и четко все настолько нормально сделано для людей блять так сказать что влюбился голословно но скорее всего да влюбился а расскажи про чуваков с которыми ты приехал в общем это было но своего рода сборная солянка все пацаны в принципе танцоры и профессиональные танцоры закончили тоже высшее учебное заведение может помнишь казаки группу короче пацаны типа все в латексе и на на кэблах танцуют там чушь я не вижу цель вот типа вот под таким пределом мы приехали типа как бойс бэнд понял чисто вот я гражданин цель в современном направлении первый город простите я смогу не момент где зеленский в цикле не танцевал это фейк или я не вижу цель вот это вот про это он говорит я не вижу цель все просто закончил с нами контракт понял и мы типа возвращаться домой зеленский пройдет и все мы вернулись домой получается после трех месяцев во первых я понял что дома при всем уважении и при всем при всей любви к моему городу я его очень безумно любил донецк это лучший город на земле но перспективно просто полностью пустой и я понял что все я не могу я не могу находиться все после вот этой движухи понял постоянно и кто вот это вот движется я понял что все как-нибудь я жил в одной квартире с кучей чуваками то есть по совместной отдельная хориограф это те люди которые ну если сейчас поймут в игру и танцор да за кулисья хориографа это вот такой маленький я мальчик да у нас не две минуты да быть полностью у нас нет понятия что ты девочка быстро поменяй мне потом под юбку быстро я и поменял юбку у нас нет понятия не смотрю какие сиськи мне по она понял все и то же самое с пацанами ну как бы мы понимаем что мы работаем серьезно вот он говорит что говорит вот она партнер а я бы пошел туда какие сиськи это же проф деформация у меня чел который менеджер он говорит я не могу эти сиськи ебаные видеть уже ему просто отвратно на сиськи смотрит на пизду и такой ну а я не насмотрелся где такие работы где такое смотреть вот как своего рода армия ну только на каблуках понял армия но это красивая армия ну да фэшн фэшн итак фотографии пресс у этого мужчины то я машина брат тебя показал мне реально кто это ёбушки воробушки девочки будьте добры не засматривайтесь итак это момент репетиционный это просто так получилось что снимали переодевались кто ходил на ваше выступление ну это ночной клуб публика разношерстная ну то есть в основном это молодежь либо такие дяди знаешь которые приезжают там на роллс-ройсах и заказывают по 10 бутылок майоты причем самого-самого либо кристалла который за 10 тысяч юаней за бутылку а выносят этих бутылок ставят тут этим типам но настолько лакшери выносит теперь мое ну наверно а вы пьют ли они эти 200 бутылок есть история я пыталась снять то я доставил это было в клубе где-то на севере нужно подойти по ближе очередного шоу мы отработали есть моя задача все другие смотрят он поиграл национальная игра в кубике поиграл в карты неважно уже стою подпевка шампанского посидел пообщался В общем, подходит она ко мне и говорит, что ты со мной не пью, я могу с собой чай, ведь она говорит, отлично, но наливает она на чай, она говорит, ты мне очень нравишься, я говорю, спасибо большое, мне правда, очень приятно, очень льстит, она говорит, может, пойдем со мной, вот здесь, в прем-клубе есть отель, кстати, если пацаны, вот, все собрали, привет, ребят, всем привет, я, моя фан-группа, спасибо большое, спасибо, что пришли поддержать меня. Спасибо, папа. Она, косини, говорит, мне очень нравится, я говорю, это, она говорит, пойдем в отель. Я говорю, да нет, ну, как бы. Бля, ну сходу надо говорить, денег нет. Не хочу. Она говорит, я тебе даю 5 тысяч долларов. А, тысячу. Я сейчас еще раньше, она, 5 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, 1 тысячу долларов, 1 тысячу долларов. 55 тысяч рублей, например, больше? Девять тысячу долларов. Все, что у него, где-то около девять тысяча долларов. Я говорю, нет, я... Почему? Я тебя не люблю. Назвать это своего рода каким-то сексуальным расизмом. Блядь, слышишь? Лагоди, он же эту историю рассказывал уже, да? Только не так прям крашешь мне подробно. Он мельком... Да-да-да-да-да. Ну, пиздец, ты приходишь. Ну, типа, ты такой приходишь, и тебе, короче, чувиха, которая обычно сопровождает, получается, клиента... Ну, что, как, типа, пять тысяч тебе дают? Чисто со мной в отеле сходишь. Я ж могу применять. Да это же на... Если бы я... Да такого! Бля, если бы это не зумарев, я бы подумал... Да это пиздомок какой-то! Ну, я бы пиздил 100%, такого не может быть, это пиздёж. Ну, то есть я поддерживаю более отечественного производителя, понял? Я считаю, что... Он сопровождал, он просто сидел в чате. Вот, сука, нахуй, меня одна часть чата наёбывает, другая тоже наёбывает. Я не понимаю, кто наёбывает. Я вроде всё правильно услышал. Наши девушки — это самые красивые девушки у них. Подожди, но ведь у тебя девушка наполовину китаянка. Да. Что изменилось? Я не знаю. Что-то щёлкнуло во мне. Но, опять же, что меня остановило? Понятие ментально разное, понимаешь? Ну, то есть чистую китаянку я никогда не рассматриваю за решение, потому как ментально мы разное. Нам не о чём будет поговорить. Хотя поговорить можно обо всём, чём угодно, но вот есть понятие душевная гармония, какая-то вот слаженность, быть единим целым невозможно. К сожалению, всё равно. Как она обреагировала на троп-кас? Она не повышала цель. Возможно, если она повысит, то есть чистую китаянку, типа, куда класть. Мне сразу подумалось, типа, вот эта шутка, блядь, типа, за сколько бомбе? За шесть, шесть, шесть. Сорри. Ну, просто, и как ещё воспринять эту фразу чистую? Соточку надо было докинуть, чтобы косарь чисто отрубили. Нет, нет, нет. Ну, за косарь не пробовать. Я пока не могу применить эту фразу. Ну, две-три шутки. За месяц, типа, две-три, да, это уже... Мне нравится диапазон. Мне около 46-ти пор. Причём, вообще, не у вас не замечают. Чистые и нечистые. Нет, в принципе. Не пью около 21-го года. Впользуйся. В месяц, в месяц, в месяц, в месяц. 15-15 лет, конечно, хорошо. Ты рассказываешь, что... 500? Ебать, честно. Если бы она мне бесплатно сказала, я бы пошёл. Понял? Ну, если бы я свободно был. То есть, ну, если бы она сказала, я такой, нет. И я бы знал, что она предложит, я бы такой, сколько? По рукам погнали. В действии веществ, алкогольных, и не только. Топ-три места, где ты просыпался, это А, турбокорок, Б, это дурка, Б, ментовка. Да. Дурка, это было какое-то единичное посещение, где ты подъезжал? Нет, это... Ну, вообще, однажды дурку я сам себе вызвал. Это было одно из первых знакомств с фонической атакой. С генерализированным тревожным расстройством и... Ножным расстройством как-то разум. И лёгким депрессивным обозором. Проснулся в смысле о том, что я у меня настроил. И с мыслью о том, что я сейчас что-то... Санечка, паничка, это... Я не знаю, что я сейчас слышу. Не Алина так ловила. Ну, у неё не прям не самый... Причём очень много людей, кто... Ну, болеет, это же полезно, наверное. Да, да. Она проявляется, короче... Ну, я так понял. Опять же, не страшные варианты. Ты что, ты умираешь? Блот до боли. Ну, ты здесь дешево дышать. Ты не хватает воздуха, снимает тюрьму. Я пока не могу применить. Чё, 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 ты умрёшь. Истерика, короче, появляется. Пошли, если не некуда класть. Голова там начинает кругом ходить, блядь. Паника прям вообще лютая, как будто понял. Ну, я не знаю даже, что сравнить, блядь. Как будто ты чё-то, блядь, там сделал. Такое. И ты знаешь, что ты этого не делал. Но у тебя организм просто отказывается, блядь, вообще тебя слышать. И ты просто лежишь, ебать. У тебя сердце... Как будто ты, блядь, марафон 10 километров, блядь, пробежал. И вот только остановился. Ты, блядь, вообще в ахуе полно. И организм не понимает. Организм готовит тебя либо к бегству, либо к войне. Но ничего не происходит. Бывает, ну. И мозг начинает подкидывать на фоне адреналина хоть что-то, за что можно зацепиться, что происходит страшное. Понял? И первое, что я накрутил себе, у меня остановится сердце. Всё, у меня нехватка воздуха. Это тоже одна из фобий. И тревожники, в принципе, понимают, о чём я говорю. Я дотерпел до вечера. Я не знаю, как. Я дотерпел до вечера, и я вызываю себе дурочку. И причём я звонил в скорую, и я говорю, я умираю. Мне говорят, подождите, что у вас случилось? Я говорю, я не знаю. Они говорят, естественно, а чем мы вам тогда можем помочь? Я говорю, если вы мне не поможете, я тогда что-то сделаю с собой. Перенаправляем вас в психонерологический диспансер. Я говорю, хорошо, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас что-то с собой сделаю. На каком фоне? Потому что у меня шизофрения. И он говорит, мы направим вам бригаду. Вы согласны? Да. Вы согласны на стационарное лечение? И тут я говорю, да. То есть я даю собственное согласие. И я пролежал там долгое время. Ну, как долгое, относительно долгое. Я просто знал, что есть пацаны, которые под видом справки с психонерологического. Я пока не могу применить это слово. Можно вашего пацана. И мой брат тоже. Блин, ну это реально култой. Позвонил, говорит, сейчас с тобой что-то сделаю. Попал в психушку, блядь. Э, я выпустили из дурки. Я пока не могу применить это с уникальными людьми, которые вообще просто, которые абсолютно нормальные. Мы с ними общались, общались. Вот один самый яркий, и он, я думаю, господи, да сколько аж адекватных пацанов. И потом уже в день моего универска он говорит, я же Windows создал. Я говорю, что? Я создал Windows, просто я назвал окна, а Биллгейт купил мне его эту. Я говорю, о, я понял, что тебе тут держат. Хорошего пребывания тебе купил. Он рассказывал тоже. И меня забрали. Забрали, слава богу, без печати и в паспорте. А как договорился? Договорилась моя руководитель. Прикинь, на самом деле, блядь, он реально создал. Он создал. Он создал, его просто, блядь, ну, прикли, чтобы понял. Биллгейт денег дал, говорит, сейчас, блядь, ну, пиздец штрафы ёбнутые будут. Пусть дурки посидят. Дал вам лапу, короче, и он сидит, он не понимает, на что. Ну, вдруг реально он собран. Я пока не могу применить. На то время ансамбль и её молодой человек, ну, как мужчина. Серьёзная цель. Серьёзной должности. Приехал, поговорил с врачом и сказал, всё нормально, типа, под мою ответственность. И меня забрали. Слушай, а как лечили тебя? Тебя чем-то кололи, там, вязали, вентили, что было? Да, первый день меня связали, но просто привязали, чтобы ничего с собой не сделал, понял? А потом мне назначили лечение в форме СОСЗ, селективный. Блядь, ты прикинь, чел адекватный, блядь, вот сидит, его связали, типа, ну, в сам момент, что он там говорит? Или вот такой, да, типа, всё, я уже согласился. Мне кажется, он когда сказал «да», он уже смирился. Да, 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 то есть когда они приехали, запаковали, я думаю, блядь. Дебитор обратного захвата селопонина. Либо, как у вас попроще, антидепрессанты. И мне никто не объяснил, что со мной происходит. А оказывается, это простой нейромедиаторный сбой на фоне стресса. Брат, и все сейчас, ну, вплоть до 30% смотрящих сейчас даже это на себе проходили. Да, да, да. Все знают, что такое чувство тревоги, просто ни с того, ни с сего. Что такое паническая атака, к сожалению. И что такое депрессивный эпизод. Пусть даже просто лёгкий депрессивный эпизод. Не клинический тяжёлый, а хотя бы лёгкий. И потом, естественно, больше углубляясь в эту штуку, я начал учиться. Начал много познавать в этом, учиться психологии, учиться рефлексом. И как я реагирую на это. И я научился справляться с этим состоянием. Ну, то есть сейчас я живу и радуюсь жизни. Да, периодически, может, понял, до сих пор. Может, так наеб... Просто встаю и... А-а-а. Был ко мне? Что такое? Всё, пот льётся, сердце колотится. Но я знаю, что со мной. Знаю ли я, что уйдёт этого. Нет, не думаю. И, ребятки, я вас прекрасно понимаю, тех людей, которые сталкивались с этим. И, знаете, самые охуенные советчики — это близкие твои друзья, которые... Не накручивай, брат. Или займись. Всё будет. Пошёл. Пошёл ты нахуй. Пошёл ты нахуй. Ты не понимаешь, что это за состояние? Что это за состояние, в котором ты находишься 24 на 7? Дикое состояние тревоги, когда ты не хочешь вообще ни... А просто не двигаться. Не то, что там кушать и пить. Нет, вообще ничего. Пусть этот тип окунётся в это состояние на полчаса, и он... Он станет седым. Поэтому, ребят, убедительная просьба отвечать таким людям именно так. Вы запомнили, что нужно говорить? Я повторюсь. Пошёл ты нахуй. Следующая фотография. Это была подработка. А, естественно, рассказывать об... Следующая фотография. Это была подработка. Что там для широкой аудитории нельзя, особенно на китайском, потому что это нелегально. То есть это, понял, вот как модельная подработка. Из-за того, что ты не похож лицом на них, у тебя есть классная зарплата. Почему? Только потому, что ты вышел. Понял? Высокий, светловолосый, ну, раньше был, сейчас нигде не осталось, и какие-то светлые глаза. Понял? Всё. Это то, что вот прям идеал какой-то красоты. И поэтому какая-то модельная подработка, либо просто походить, ивент, это встреча гостей. Подработка была, в общем, какого-то очень-очень серьёзного мажора, хозяина одной из авиалиний, понял, китайских. Был день рождения ребёнка. Ребёнку было 50 дней. Ребёнок ещё вообще не раздупляется, что происходит вокруг, но день рождения закатали такое, просто пригласили кучу иностранных моделей, танцоров, цирковое шоу, даже с огня, ой, даже с очка там огнём, понял? Для чего ребёнок вообще ему просто поедет, абсолютно. Он сидит, у него течёт слюна. А друзья его пришли? Друзья, да, да, сходка вот этих полумаленьких боссных, да. Она говорит, подработка здесь, в Ванде. Я говорю, да, выезжаю. Короче, приезжаю я, пиджачок, галстук, понял? Стоят уже пацаны, которые два часа до этого. Они говорят, выходит босс, срочно все групповую фотосессию. Я становлюсь вот так вот, мы прям всей движухой, понял? Чичик, с этим боссом. Она говорит, всё, свободен, иди домой. Серьёзно? Я говорю, в смысле? Она говорит, вот, пища юаней, молодец. Было ж такое? Мы говорим, было. Вот какой халтурой, самой невообразимой, ты здесь занимался? Смотри, мы приезжаем с пацаном на подработку, и нам говорят, модельная проходка, понял? Ну, то есть, модельная проходка, это есть подиум. Так как, ну я ебуля, что модель, я сейчас начну. Вон, старый. Ну, там надо было как-то красиво, ну, типа, вот, пиджачок, понял? И ты идёшь, и вот сидят какие-то девочки-китаянки, ну, как женщины, взрослые. Бля, я бы у него реально какую-нибудь, слышите, симочку оформил бы, если бы он так подходил. И мы, типа, всем привет, понял? Ну, развернулись и пошли, типа, обратно. Классно делает, да? Не, ну, я, блядь, братан, я сексуальный. Я иногда сам на себя, понял? Несите огнезушители, ребят. Я сексуал сам на себя и чуть не ебану. Я такой, вот, лучше. И она говорит, ну, там условия нужно было, ну, короче, в трусах, в плавках пройтись. Полностью, короче, голым в плавках. Я говорю, что? Мы договорились за тысячу юаней, понял? За эту модельную подработку. Она говорит, тысяча четыреста. И неужели эта сука думала, что я продамся за сверху четыреста юаней? Конечно, продался она. Я одел эти трусы. И мы с этим типом и туда, и обратно прошлись. И покрутили там этих китаянок на руках, понял? Ну, то есть, все по-высшему. И подошел клиент, ну, заказчик, понял? И говорит, это лучшее вообще мероприятие, это лучшее ивент. Да, мне нравится, короче, как он сначала заворачивает, что это неправда, понял? А потом такой, конечно, было. И вот, и начинает просто спамить дальше, блядь. Я говорю, мать, обращайся. За тысячу четыреста юаней я буду крутить тебя где хочешь. На чем хочешь? И как ты себя чувствовал? Красиво? Я пока не могу этого сделать. Слушай, я вообще не могу. Тебя не стесняло. Это же обстоятельство. Стоп, брат, меня вообще не стесняет ничего. Мне мама сказала, знаешь, золотые слова, ну, очень смешные. Тебе пуповину отрезали, совесть отрезали вместе с пуповиной. Ну, то есть, нет никакой вещи, которая меня может засмущать, либо как-то стесняет. Чел пишет, слышь, че, Зубарев за все, типа, вот это вот, за весь видос сказал 156 раз слово понял. Ты че, вообще ехнутый. Так, все. Понял. Нет никакого. Оп, еще 157. Ой, крема, как вы. Я не могу обсудить. Ну, я настолько открытый и простой человек, да мне вообще нехер. Погоди, че, кто в ТГ постил? Там нарезка? Блядь, нарезка, блядь, понял, 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 я понял. И, знаешь, вот эти вот комментарии людей, типа, 30... Я думал, он сам считал, я думал, нет, погоди, ну, окей, хорошо, это не он считал. Считал другой человек, который сделал видос. Так там полный шиз получается. 56 лет ведет себя как долг. Все, пока меня в дурак увозят. Да пусть я лучше буду долг, чем, знаешь, вот, если серьезно относиться к этой жизни, к этим проблемам, да, то уровень стресса сделает из тебя долб... В прямом смысле слова, а не долбать в веселом смысле. Ты можешь поплыть от, блядь, перенагрузки. Просто вегетативная нервная система, она не выдержит этого всего. От набора, блядь, проблем, понимаешь, с которыми мы сталкиваемся повседневно. Да кто там, сука, я не пойму, в трубу, блядь, жопой тыкает, я не понимаю, блядь, вот это вот, водит там, блядь. Поэтому относиться к этому всему с юмором, это самый подходящий вариант. Ну, типа, ну, не получилось, не встал. Похохотали и баеньки, знаешь. Оказывается, самоирония, я вычитал, что это самоиронией владеют только уверенные и сильные в себе люди, представляешь? Ну, то есть, тот человек, который знает, что у него есть какой-то бюджет, да, либо какой-то комплекс, да, он не будет на эту тему шутить. А я пошучу на все тему, у меня нет волос, да, я лысый. Так меня все называют лысым, сука, ну, а ну, посмотри. Меня тоже называют лысым, хотя у меня есть волос. Ты всегда с ним, да и есть волосы. Да ну, какие они, блядь, есть, посмотри. Редкие, но есть. Ну, редкие, настолько редкие. Зубы. Ты, вы просто приехали вовремя. Ну, вот это все. Ты не видел, не знаю, недели две, три? Видел, у тебя зуба не было. Ну, что, ребятки, теперь я стал в два раза красивее. Раз. Два. Мне полностью повытаскивали все. Это, кстати, одна из самых заветных мечт моих сбылась, понял? Я в этот весь рот, я по-другому не могу даже сказать, кроме как в 250 тысяч юаней. И самая моя заветная мечта была, это... Бля, вот нужно жить так, чтобы вот это не стоило столько, поняли? Зубы, блядь, сделать, это просто пиздец. Я уверен, у него даже не виниры, да? Или виниры? Я думаю, не виниры. Не похоже на виниры свои. Три миллиона, блядь, без виниров, блядь, ебан. Блядь, ща пломбу поставить в нормальной клинике, тысяч 10 выйдет. Семь там. Просто гибрид. Чел, ты когда давно у зубного был, блядь? Я просто не понимаю, где-то семь нахуй нашел за пломбу, еще ты вообще не понял. Жевать, просто чувствовать. 2-500, блядь, пацаны, я знаю, где бесплатно пломбу поставят, братишка. Давайте, как бы, если уж на то пошло, где дешевле, блядь, я знаю, где бесплатно тебе пломбу сделают. Это меня сделали там, где я больше не хочу появляться, и теперь почему я не хожу к зубному, блядь? Это единственная причина. Зато бесплатно мне все делали, блядь. Кайф от того, что я жую. Тем более ты любишь жевать. Я мясо люблю. Нет того человека, который... Я больше всего в жизни ненавижу веганов. Как они, сука, могут не есть мясо? Ай, пердит. Кто может быть лучше, медиум рейер? Что у вас там пердит? Ждали пиздец. Аж, блядь, маслице, понял? Сверху ты разрезаешь, кладешь в рот, оно аж тает. Ну что, спасибо, чат, чё ты? Ты аж чувствуешь, как ты един с этой коровой, блядь. Понимаешь? Мм. Ты не понимаешь? Воровка или корова? Третий раз, смотри, вы что вообще? Не знаю, воровка. Все, звони, короче, слышишь? Пусть еще типов в дурку увозят. Воровка? Да, ну кого больше люблю? Ну, медиум, вот, прожарочка, идеально, смазка. Можно прям с нее есть? Знаешь, как я... Чтоб я так жил, чтоб три раза посмотреть. Разрешит, это уж ваш фетиш. Каждый берет вот эту хуйню. Если ты ошибешься хоть на капельку, все пойдет попить. Смотри, ты берешь измельченный чесночок и кладешь его буквально вот... Чуть-чуточку. Дальше. Ладзяо. Это острый перчик. Понял, да? Кладешь его чуть... Я хочу жрать. Больше. Почему его больше? Ну, потому что по соотношению, чтобы... Не, если ты не хочешь ни с кем сосаться, тогда клади больше перца. Дальше. Соевый соус. Перца? Раз... Ознака, хотел сказать, наверное. Ну, на глаз, понял? Понял? На глаз. Ммм, а это что за приблуда? Это масло, этот... Тмина черного. Осуждаю черных тминов. Сейчас, подожди. Топоеб нахуй! Мне нужна цель. Он осудился, норм. Качественный товар, брат. А мне ведь макать туда дальше. Пельмешки. Нет, теперь я это не бухал. Ну что, голова, на что готов ради пельменей? На все готов, брат. За пельмени, родину, мать продам. Иди сюда. Что это такое? Подожди, еще не все пельмени принесли. Не принесли топовые, от которых у меня трясется ебало. А, пока лучших нет. Давай начнем с худших тогда? Давай. Давай. Вот это с фаршем. Это с фаршем. Это просто получается свиной фарш и грибы. Огурчики. Толстый. Бля, чел, ну что ж так вкусно быть? Кинза и ореховая. У них такая разнообразная кухня, это просто... Да нет, там, блядь, все. Если места знать, то типа она разнообразная. Так она одинаковая везде, кухня там. Это супчик. Томатный супчик с яйцом. Его надо вот так вот просто берешь, пьешь. Питьевой супчик. Питьевой. Хорошо, что ты уточняешь, потому что я думаю, как бы я без тебя на... Описал бы этот супчик. А, и вот эта штука разъебная. А это что такое? Это, короче, сырая. Это прям сырая, нарезанная соломочкой картошка. Ну, попробуй. О, так, топовые, да, приехали. Сейчас гляну. Да. Вот этот. Он, блядь, их на вид разбирает, смотри. Вот этот пельмень, с ним все и началось. С ним и началась моя популярность, видишь? Да. Яичко, зелень и креветка. Ненавижу людей, которых выпадает. Кто-то же ел, кто-то грязными руками мазюкал этот стол. Выпало на стол, оно быдло, блядь, берет эту креветку, макает и жрет. Прикинь, прям со стола. Так, по ингредиентам. Давай. Креветка, которая росла на райских... Понял? В райском озере плавала. В пруду каждый ангел, да, отбирал эту креветку. Блядь, да ты заебал. Он так это... Ну просто он так это... Очень вкусно описывает. Очень вкусно описывает. Что я просто думаю, что я еды вообще никогда в жизни не ел. Очко отдельно, понял? Дальше яичко, которое несли курочки в райских садах. Лук, порей и кинза, которые... Не, ну пельмень с креветкой звучит как хуйня, если честно, да? Ну в какой-то степени подумать, если. Прочувствуй сначала. Вот просто разжуй. Пусть растечется на все рецепторы на твои. Понял? Ты чувствуешь, как вместе со вкусом раскрывается очко твоё. А заграй. Тут ты какой-то секретный агент. Где? А, слева смотри. Джеймс Бонд. Чанша. Чанша. В Кунан-провинции. Всё то же самое. Как настроение? Съёмка какого-то шоу по типу, очень-очень популярного в Китае, особенно в Кунан-провинции. И эта девочка очень-очень популярная телеведущая. И по совместительству и певица, ну как и у нас, фирма Герасим, красим билет. В общем, мы снимались типа на подтанцовке у неё. Это тоже была подработка, тоже не совсем легальная, но в момент подработки мы не брезговали ничем, как бы. Ну, кроме как не выходили только на поля собирать и не шили кроссовки. А так вообще были, конечно, очень сложные моменты. Братан, рассказать обо всём, ну, это просто жопа. В момент, когда у нас заканчивалась виза, и мы с пацанами выезжали, у нас был распределён бюджет настолько, что вот мы должны быть в Гонконге 7 дней, когда нам делается виза, понял? Чтобы обратно вернуться на материковый Китай. И как раз в Гонконге есть офисы, которые делали нам визу. В общем, доходило до того, что мы планировали так, что вот есть самая дешёвая еда, Макдональдс, да, и мы чизбургер один делили с пацаном на двоих в день, чтобы съесть. Были ли деньги, чтобы остаться, ночевать, даже у индусов, которые сдают комнату метр на метр, понял? Где ты встал и сразу пасцал в этот кинетаз, который рядом с тобой стоит вот так вот. Не было. И было настолько печально, что пару ночей мы на чьё-то в парке просто... В Китае, макдональдс, это был нужный, кстати, факт. Тережа друг друга, понял? В Японии обычно, в Китае, я ебать, мы... Китае, макдональдс смотрит сезонное чё-то снял. Нет, на киевсе все дрочат. Полицию нечего сняли. В Японии все на киевсе дрочат. Так, хуйня. Вещи, чтобы не спить. Потому что у нас было всё, входит, документы, костюмы, вообще вся жизнь в чемодане. Вот этот период, назовём его период бомжевания, долго продолжался? Продолжался он около месяца, вот так вот, может, двух. Пока мы не нашли стабильную работу, тем же коллективом, в Ченше, мне вошло это за привычку. Каждые полгода я ездил к маме, понял? Я безумно скучаю. Нет человека, который ближе мне. Сколько ты не видел маму? Три года? Больше? 2019 год. Четыре года почти. Мой месяц. Вы по видеосвязи? Да, постоянно. Слава богу, дай бог здоровья тому человеку, кто придумал эти скайпы, вичаты... Доброго денечка! Телеграммы. Вообще, кто придумал видеозвонок? Спасибо огромное. Конечно, это не заменит каких-то тактильных, понял, и ощущений. Но мне больше всего хочется это обнять. Просто обнять, прижать и не отпускать, чтобы, блядь, прям сломать позвонок. Но это в пределах разумного, понял, да? Ты вчера начал рассказывать, как купил визу. Купил визу и нарушил тем самым закон. Законодательство, да. Наказание какое было? От пяти тысяч до тридцати административного штрафа, либо депортация. Но ты здесь. Если ты отказываешься сотрудничать с полицией. Ты сотрудничал с полицией? Как таковой нет, я просто рассказал все, как было. Ну, мне скрывать нечего. Да, я ее купил. Да, я заплатил деньги. Да, факт передачи. Да, вот скрин. Но врать нет смысла. Потому как изначально они зашли и говорят, а сколько ты там был дней? Я говорю, по-моему, дня два. Вы врете. Вы были там семь дней. Вот ваши билеты туда-туда. Вот ваши фотографии там. Ну, бесполезно наебать. Абсолютно бесполезно. Я говорю, а, семь? А, ну что-то я подзабыл или... Ну, короче, кашу на дурочку, говорю. Не-не-не, мне от вас скрывать нечего, ребятки. Я чист. Хорошо, все, больше так не делайте. Я говорю, ну, вы понимаете, что это была безвыходная ситуация. Дома война. Удачи! Я не могу вернуться, потому как еще ковидное ограничение. Билеты по 30 косарей юаней, блядь. У меня нет даже денег на эти билеты, чтобы вернуться. И вот вы говорите, что ты должен покинуть Китай. Я не могу покинуть Китай. Поэтому, если бы вернуть время обратно, и ты бы еще раз нарушил закон и купил визу, да, нарушил бы закон и купил визу еще раз. Страшно было в момент допроса? А что, визу купить можно, блядь? Я пока не могу это использовать. Получается, имба какая-то незаконная. Попробуй. Таково я, блядь. Вы меня видели? У меня даже девушка на китайском товаре. Что это? Меня там сразу... Меня на этапе, типа, о, русский съебал. Я думаю, типа, поддельную купил. А я, ну, как ее купить? Может, ее легально как-то сделали? Просто он заплатил денег, чтобы сделали. Я думаю, не нужно это разгонять. Что страшно? Что они собирали весь боевый материал. Ну, то есть, они брали волосы. Ну, видно, да, что у меня волосы брали неоднократно. Нет, ну ты злостный нарушитель, блядь. Что-то почухали руку. Все отпечатки. Глаза. Понял? Ну, все вплоть до размера, рост, вес, размер обуви, отпечаток обуви. Не обуви, а ноги. Понял? Я снимал, прям, ну, в какую-то черную штучку становился. И прям отпечатки ног. Ну, то есть, вся биометрика полностью твоя. Понял? Анализ крови и анализ мочи. Заряжаются. Торчут, поверьте. Заряжаются. Нет, сказали, не надо. Я, вы же не заряжаются. Да вы прикиньте, на что там жестко скитает. Это просто, чуваки, там все под камерами. Там, ну, так, все дается, блядь. Ну, то есть, если кто-то захочет что-то, типа, сделать, блядь, да тебя по-пассакин. Не знаю, мне нравится, когда вот такая вот тема. Потому что меньше долбоебов будут, нахуй, все преступления. Да, меньше долбоебов, меньше долбоебов. Но, например, представь, если бы эту футбук. Например, брали бы в Россию. Представляете, что система в России не заряжается. Кто-то какой-нибудь заводил бы что-нибудь. У тебя бы все знали, какая у тебя группа крови. Кто тебя в жопу ебал, блядь, неделю назад. Это все страшное. Лучше тут, блядь, в России, в незнании, блядь. Что бы ты понимал, я когда на коронавирус сдавал, когда я в Питер прилетел, мне чел написал телегу спустя неделю, говорит, у тебя отрицательный тест. Я говорю, да. Он такой, ну вот тебе, нахуй, адрес, имя, фамилия, паспорт, где ты сдавал, чем-то оплачивал, последний номер, блядь, этот самый последний цифрой карты. Я такой, понял. Вот чат, чат говорит, слышите, сидит такой, говорит, ничего. И еще, видимо, наверное, не сталкивались, да, когда приколы, блядь, нахуй. Я пока не могу применить. Когда все семьи. Менты с пушками. Ну это вообще очень весело. Вот система, блядь, работает. Квадь, любой еблан может заявить. У нас это можно вне тренировки, если компанию хочешь травмать нахуй. Прикольно, прикольно, прикольно. Прикольно, когда твой паспорт гуляет, да, типа нормальный, идите, тэп, идите дальше. Как ты вообще пытался? Задерживают по личным ребятам, которые прям уголовную ответственность, понимаешь? Ну вот тогда уже задерживают. А это административка. Ну то есть звонок, приходить к предъездному не пришел, уже передают дело в голову, понимаешь? А так я прихожу, я законопослушный гражданин, я раскаиваюсь. Да, это партнер, да, запишите, что-то дадите. Я готов к сердцу. Все. Административный штраф 5000 гражданин, будьте добры, заплатите. Хорошо. Я пока не могу. Просто понимаете, в чем прикол? Нет законов, что вы будете везти передавать информацию о твоем телефоне, о твоей почте, например, прочих. Когда вы идете куда-то что-то сдавать или где-то регистрируетесь на каком-то проекте, знайте, ваши номера, они куда-то попадают. То есть не просто так вам начинают названивать, блядь, всякие уебки с охуительными предложениями, блядь. Не просто так вам начинают названивать, типы, своим бейковым сферам. То есть это все не просто так. Вопросик про китайскую еду. Сразу ли ты в нее влюбился или тебе нужно было какое-то время, чтобы к ней привыкнуть? И что самое странное это ело? Нет. Китайская еда это находитесь. Первый раз, когда ты приезжаешь в Китай, тебе противно все. Понял? Начиная от сферы обслуживания, тебе кажется, что все не так, по сравнению с нами. Ну, я тоже не ел. Понял? Я вообще по-другому сам по себе. Но сейчас, если у меня есть где-нибудь на поле, кушая этот рис, пробежал таракан, я этого таракана уебу. То есть мне сейчас абсолютно все. Самое необычное, что я ел, но я думаю, ну, можно не считать там каких-нибудь гусеничек, личинок, кузнечиков. Это, естественно, все пробовал. Это все как чипсики под пивом. Это мышцы, протеины. Да, чистый белок. Но самое необычное, это мы сидели, кушали в шинджинин. Посмотрите, блядь, с кого корона началась, блядь, ужас. Жрут там личинок всяких. Много от них, а потом все просыпаются кушать, все к коллективам. В общем, и я спрашиваю, что это еще это. И потом эти на выход, я спрашиваю, а вот это, значит, что мы, а мы собаками. Я говорю, смысл собаками. Я говорю, классная шутка, но она, нет, ну, собака. Я говорю, блядь, брат. Ну, уже ж не вырвешь обратно это все, знаешь, и, ну, собака, собака. И вроде бы как говорят, что после собачьего мяса человек не заболеет туберкулезом вообще никогда. То есть там есть какой-то специальный, или он вырабатывающийся мясом. Ну, и я нашел с этого плюс. Ну, типа, жалко ли собачку, да, опизденение, пожалуйста. Но минус кубик. Нет, осуждаю, блядь. Не осуждаю. Гореть людям важно, как у него есть собака. Знаешь, самое страшное, когда наткнулся в еде на волос. Ты уже понял, о чем будет следующий вопрос, о волосах. У твоей голове. А тебя туда ездят пересадочные? Нет. Никогда, да? Я абсолютно принимаю себя таким. Да, лысый. Да, страшный. Да. Это заклинание. Но меня таким сотолбоженцем, либо мать природа, называйте это лысым. Если даже полностью полысею, единственное, ну, что побреюсь на лысо тогда, чтобы никого не смущало это. А ты побриться на лысо не думал никогда? Нет, не хочешь. Возможно, я и хотел бы, но есть определенное ограничение в театре. Нельзя бриться на лысо. Мне нельзя приходить в шортах, в майке, шлепках, на работу. Понимаешь? А татуировки? В госучреждении. Татуировки должны быть скрыты. Ну, то есть, они знают о наличии на источник, но они должны быть скрыты. А? Ну, оно так и есть. Он сказал, что типа в госучреждении нельзя высунуть. Я слишком далеко. Наверное, да. Я если еще не знаю. В Японии нельзя татуировку, потому что, короче, рано перезаряжается. В общем, ровный пузырь для плотла и в сентябре. По-моему, это просто полно-позабывающая. Если нет, что-то и на ноги. На спине, да, на ноги. Но это в Японии, что в Китае. Жалеешь? Нет. Нет, нет, нет. Это же не татуировка. Это своего рода оберег. Ну, если кто не знает, там в латыни написано «Спаси и сохрани». Ммм. Сейфин риск. То есть, это и способность. То есть, возможно, да. Это своего рода благодарность. И Даня, все зашли. Да. Это группа, 40 человек. Есть прям? Это одна из четырех. Это одна из четырех. В общей сложности четырех. Начиная от четырех. Я пока не могу. Заканчиваю. Четырех. Есть прям? Да, да. Есть исчадие ада. Понимаешь? То есть, этот человек, вот, видел Омбл фильм? Да. У него на затылке было 666. Да. Вот мне надо хочется подойти к ней, отобнуть волосы и посмотреть, у нее есть это? Биктограмма вот эта, дьявольская или нет? Потому что это просто. Я не знаю. Ноль, скажу. Понятие слышно. Я не знаю. Я не знаю. Ноль. Просто она, ну, она всталик с танку. Шауина. Она лежит на полу. Ух ты-то. Как не срываешься? Таня, ну а как на них срываться? Ну, это дети. Какими мы были в детстве? Ну, вот скажи мне. Как? Сволочные? Как маме хватало вообще? Ну, подожди. Это мама. Ты все-таки не мама. Ты их преподаватель. Учитель, наставник и коуч. И коуч. Бизнес-тренер? Да. Yes. Ну, я продам им пару курсов, пойду. А они достигнут успеха. Как не срываешься? Хороший как. Сферу моего какого-то характера, вспыльчивого, да, я не знаю, почему это не отображается на детях. Наверное, потому что это дети. Наверное, потому что им все проще. Ну, и сам хочет ребенка тоже. Самое главное злодейство, которое устраивали дети. Бойкот. Мы не встанем к станку, мы не будем ничего делать, мы не будем тебя слушаться, пока ты не показываешь. Я слишком далеко. Вот, они прямо смешаются. Понял? Я просто встанавливаю эти занятия, когда с ними закончатся, я показываю для мужчин. Это игровой элемент. Мы ложимся, да? В жатку. И на растяжку. И получается, что дальше. Ну, типа. И я как-то раз прыгнул, и так получилось, что далеко. И я случайно в станок понял, и мне прилетел. И звук был, как вот, как колокольный звон. Понял? По этому станку железу пошло вибрации и по всему залу. Они как дали усыкаться. Ну, просто весь класс. Они смеются. Мне вроде и больно, и смешно, понял? Я держусь за голову. И, короче, и на следующий урок они приходят. Лягушка, лягушка. Ну, тимба. Я говорю, понял? Ну, типа, нельзя. Они, мы ничего не будем делать. И сели. Я говорю, вы что? Это, это же... Причем он реально так и сказал. Вы что? Они не поняли. Что за шансовый? Самонтаж? Да, да. И они прям бум. И они все вместе. Чингва, чингва. И просят прям. Я говорю, ну, хорошо. И, короче, прыгают в лягушку, они... Нет, ударься головой. Понял? Я говорю, я не буду. Это было не специально. Вы что, не понимаете? И, короче, пришла, слава богу, директриса. И на китайском ему объяснила, что с лягушечками покончим. И давайте продолжаем. Все, хорошо. Советы от бать. Я буду спрашивать у тебя совет. Ты будешь мне его давать. Давай. Как не быть лохом по жизни? Не знаю. Не быть... Блядь, сейчас вопрос тупой, блядь. Вот и все. Как-то, как-то выделиться. Это не значит, что, там, перекрасить полностью голову и накрасить, там, ногти, сделать стразы на зубах. Ну, это значит, что... Ну, и, наверное, сам... Блядь, ну, самое первое, что бы надо было сказать, это не быть стримером, блядь. Мое главное, ну, среди каких-то пацанячьих понятий, это не дать себя в обиду. Все. Вот это, наверное, золотые правила. Не быть лохом. Как правильно тратить бабки? Тратить бабки нужно, опять же, по моему мнению, на свои эмоции. То, что дарит тебе эмоции. Сколько бы ты ни заработал бабок, ты не заберешь их туда, когда попадешь. А все бы туда попадут. А заберешь с собой только эмоции. И те вот яркие моменты, которые сейчас бывают. Бля, как хорошо завернулся. И в рот, блядь. Хорошо не сказал, блядь. Если тебе нравится путешествие, все деньги на путешествие. Если тебе нравится коллекционировать бабочек, либо марки, все деньги на бабочек. Получай удовольствие. Естественно, оставляй на еду, иначе умрешь. И вот. Ну, конечно, все деньги-то я не собирался. Все деньги-то я не собирался. Что-то потомкам оставить. По-моему, неплохо. Хотите за коммунальные вопросы? Можно подойти поближе. Как двигаться, чтобы достичь успеха? По головам. Сквозь все. Даже когда тебе все говорят, что, чувак, ты делаешь полную силу. Это никогда не стрельно. И не надо этим заниматься, это не поет. Если тебе это нравится, тебе приносит это кайф, нужно слать на этих всех людей и двигаться дальше. В чем сила, мать? Что думаешь по этому поводу? По поводу денег? По поводу... Если тебе говорят, что ты делаешь хуйню. Рано. Пересвешиваться. Я не знаю, что это еще не готово. Не, ну, не смотря от кого советы. Если, например, ты делаешь что-то, и тебе говорит человек, это же не вероят, и говорит, что ты делаешь что-то, сделай по-другому. К нему лучше прислушаться. Вот, да. А если ты что-то делаешь, и тебе подходит какой-то бомж и говорит, бля, хуйнёй, не занимайся. Да можно ему сказать, дайди ты. Мы уточнили просто, вот так, да, это работает, да, если... Всех нахуй слать. Я слишком далеко. Учитель хора подходит, говорит, бля, но пение не твое, и ты такой, да пошел ты. Это закликачь. Это закликачь. Брат, в душевном уровне, в гармонии с собой, вот в чем сила. Ну ты мне вчера показал вот этого типа, которого, а потом раз, ребро вырвать. Если напали гопники, пацаны, сразу, что делаешь? Говорим, пацаны, подожди, находите два пенька, либо две вот такие, я не знаю, что это. Дальше, упираетесь на мой флор, вернее, руками. Сейчас будет, сейчас будет. Одну ногу, на один пень. На второй пень. Барни, пытаемся встать. Бля, ебать, старичок, да, могет ебнуться вообще? И раз! Короче, если упали, пацаны, опять встаете и говорите, пацаны, подождите, я еще раз залажу. Ну и потом, сидя уже в шпагате, поняли? Глаза, блядь, двумя драконами, поняли? И вырываете, блядь, ребро. Игорь, я, по-моему, порвал яйцо. Прости. Пошел ты в п*** со своим шпагатом. Я пока не могу применить этот слез. Я не знаю, постараться решить все мерным путем. Сказать, пацаны, нам это не нравится. Братва, не стреляйте. Давайте нормально попробуем. Если нет, то ни в коем случае не дайте дороги. Опять же, если нет, я не хочу за твоей жизнью. Если он не с ножом, не с пистолетом, не рискует. Отдай эти деньги, ради бога, на, на. Мне дороже жизни. Ты все равно сторчишься. Либо тебя закроют, у тебя судьба одна. Ты либо умрешь в подъезде от передозировки, либо умрешь где-то на ладьбе. Блядь, зайди бану, ебану. А, я хочу дальше. Если уверен в своем здоровье, то можно и помахать. Ну, просто, знаешь, чтобы разогнать тело, когда размять... Я ебать советчик, блядь, я ебал. Адреналинчиков, крысных, ну, прикольно. Нормально я ходил, блядь. Этого прям не хватает. А когда ты отбирался в последний раз? Очень-очень-очень давно. По-моему, на второй день по приезду в Китай. С пацаном он, видать, как-то не так понял. Мы общались с девочкой, просто сидели с танцовщицей. Я дрался раза два, наверное. И он тоже на славянской внешности. Я не знаю, откуда он. И он подошел к ты, чтобы... Я пока не могу, не разговариваться. Понимаете, жизнь нужно прожить так, чтобы вообще никогда не драться. Вот это у спины. Ну, и мы вышли на крышу. Вот, потому что на губах. Прямо. Все, ладно, ладно, ладно. Что такое хорошо, а что такое плохо? У меня хорошо, это просто расти, блядь, правильным человеком. Оставайся человечным. А, остыл, ел. То, что нас отличает от животных. И то, в животных больше человечности, чем в людях сейчас. Понимаешь? Каждый, сука, норовит тебе просто нанести какой-то удар для своей любви, где-то нагибать и в чем-то как-то тебя унизить, дабы превознести себя. Вот, вот это плохо. А хорошо просто оставаться человеком. Простым человеком. Это не очень сильно вписывается с ранее сказанными словами и идти по головам, это задержнило бы еще не готовилось. Нет, это не я, правильно понял. Правда, идти по головам это, давай все. Вообще всем, а всех. Вот так, вот так. Начала просто влить, спрашиваю, мне это задержнило, там не философствуются. А я дискутирую. Да. Ну, у нас будет счетчик пятюнь. Да. О, точно. Счетчик пятюнь. Да. Просили пятюнь посчитать, чел, посчитал, понял. Сразу тебе понравилось? Ты сразу их понял? Брат, да. Знаешь, чем понравилось? Они живые, они настоящие. Главный вопрос, который ты можешь задать, смущает ли, был ли какой-нибудь крик, либо возмущение по поводу, я же постоянно снимаю, да? И они часто попадают в объектив камеры, да, моей, ну, телефона. Нет, никогда не было, представляешь? Просто они настолько дружелюбные, настолько, знаешь, отзывчивые и добрые, что... Да, Настя. Они сами тебя снимают. Они вот это вот, у них тайная вот эта хуйня, но как будто я не вижу. Понял? Они подходят и снимают. Я заметил. Ну, то есть, да, с них шпионы очень-очень хуйные. Ну, или подойди ты спроси, можно ли сфотографироваться. Да, конечно, я ж не, блядь, Николай Басков. Подойди, я, конечно, с тобой сфотографируюсь. А думаешь, Николай откажет? Да хуй его знает. Ну, и думаю, да. А у тебя была вписка с Басковым? С Басковым? С Басковым. С Басковым. Ну, с Басковым определенно было. Мы же летали к Моргену, он баксовый товарищ. А с Басковым не было. Но с Даней Милохином было. Ну, вот как ты думаешь, кто это? Моргенштерна. Кто? Вершально. Кто это? Вот сейчас они вместе. Друг Моргенштерна. Тусуются там, на водном мотоцикле ездят. Блядь, я... От касты снимают. Я очень рад. Честно. Ты бы хотел прокатиться вот с Моргеном, с на водном мотоцикле? Да. Ты думаешь, что я с утра встаю, как бы у меня сейчас походиться между ногами? Все, что они меня прямо обжали и поняли. Я с ними все бы отдал. А машину бы отдал? За что? За то, что прокатиться. Там? Нет, конечно. Ощущение себя клоун. Как часто она у тебя присутствует? Опять же, что такое клоун? Ну, то есть, есть ли линейка, которую можно... Это линейка, она, ее, короче, дает учителя и мать. С рождения, каждому пацану, блядь. Но клоун, значит ли это, что я... Эй, ты иди весели меня? Да нет. Я думаю, блядь, нужно шкалу клоунов придумать, чтобы была не линейка. Знаешь, где ликсы? Какой-то метрик у ликсов. Два ликса из трех. Из десяти. Один ликс. Один, два ликса. Я не буду, блядь, на заказ никого. 36 ликсов из 37. Человек, который будет постоянно заставлять себя, знаешь, вот с утра надо встать и делать контент ради, там, чего-то, ради какой-то, либо финансовой выгоды, либо, там, какой-то, знаешь, для того, чтобы... Я пока не могу принять это зацепить. Если у меня нет желания, прям, входите, что-то снимаем. Ну, то есть, я не знаю, что это делать. Тогда давай обрисуем. Что такое клоун, по твоему мнению? Клоун — это человек, который делает это за... Вот, ты. Нужно подойти, чтобы веселить мне. Понял? И вот он веселит. Опять же, буду ли я делать такое? Таким, знает. Может, мне не предложили столько денег? Чтобы, эй, ты, на тебе деньги, ничего не знаю. Нет, возможно, мне не предложить. И как продают твоя цена? Все продается и покупается. Скорее всего, продается еще дешевле. Возможно, ничего плохого в том, что ты клоун. Что в этом плохого? Ты веселишь людей. Если есть категория людей, которая считает меня клоуном, то, ради бога, мне так... Мне комфортно от того, что я делаю? Получаю ли я удовольствие от того, что я делаю? Да. Пусть это будет клоуном, да называйте как угодно, хоть мне вообще поебать, абсолютно. Тебя можно назвать счастливым человеком? Да. Прямо сейчас? Да. А что тебя делает счастливым? Есть один фактор, который... Вот если его... Я пока не могу применить... То я стану просто... Сука, я оборонусь от земли прям. Я обрету нервану. Я настолько познаю себя, что я буду самым счастливым. Если мама уедет из Донецка, и я буду понимать, что она в полной безопасности, то я буду самым счастливым. Нужно подойти подлижение. Мама не хочет уезжать. Мама не хочет. Быстрее уговорить стену, чтобы куда-то подвинуться, чем уехать. Ну, это такое поколение, но немного другими понятиями. Я здесь развелась, я здесь умрю. Куда я уеду, меня молил, меня обувь цель. Какие клинания, если я тебя куплю забот этих обувь целей? Пожалуйста, просто верь. Нет, я ничего не грошу, а как же собаке, а как же соседка, она встанет. Я не угрожал, не умолял. Были разные... Да, блядь, у всех так. Я слишком на рекорде. Когда, ну, я искал... Я пока не могу приходить ее вести. Апеллировал на только один. Уважаешь меня? Нет, проклят. Если я могу, пожалуйста, я хочу остаться здесь. Пожалуйста, не трогайся. И дальше я бессилен. Все, потому что я уважаю ее мнение. Я думаю, ты с содроганием читаешь новости про Донецк. Каждый раз, трясущимися руками, я открываю эту группу, там, какая-то, типичный Донецк. Ну, каждая группа есть. А в каждом городе есть типичный, там, либо... Да, каждый прилет, особенно Кировский район, там, где я был. Это все, это каждый ваш брат и звонок маме. А она обычно еще, она такой... Я ей звоню, она не берет. Звоню, обстрел там 50 метров в радиусе от моего дома, и я понимаю, что это вот. Это вот, прям возле моего дома, она не берет. Все, меня начинает, блядь, она... Ой, та шо, та шо-то бабахнуло-то, я в огороде, все, шо ты хочешь? И я говорю, ебтую, да ничего не хочу, мам. Все, нормально, я просто тебя услышать, и все. Все, давай, у меня, блядь, маню, мне надо подвязывать. Я пока не могу применить это поклядание. Вот, вот это единственная ее проблема, понимаешь? Кюри на кюри на дробь, на дробь на дробь. У нее летают ракеты, у нее теплица. Она быстро привыкла. Все быстро привыкли. Все были. 14-го года, когда содрогалась земля, когда мы ночевали в подвалах, и просто крестились, и без перестана читали отче нашу. Так просто сидишь и читаешь. Чтобы дойти поближе. А потом как-то, ну, я не знаю, как это случилось, может, мы не вон-то отъезжались. Может, как-то договорились о ней. Просто стало это реже. Ну, стало это, знаешь, вот, типа, отставили. О, стреляешь. И там стоишь в стопе. Ба, где-то уйдет. Доброе утро. Все, выжили на один еще один. И вот народ как-то, знаешь, адаптировался. Это на самом деле ужасно, что дети это видят. Растет поколение, которое видит войну. Это, ну, это ужасно. Но, ну, что? Что ты сделаешь? Большие дяди решают свои геополитические интересы. Ну, дай бог, чтобы решили побыстрее. Дай бог. Я хочу домой. А, большие дяди, если вы смотрите, решите, пожалуйста, быстрее. Я маму давно не видел. А ты вернешься, если позволить ситуацию. Да, в любом случае. Ты же супер привык к Китаю. Это, по сути, второй дом. Может быть, уже первый дом можно. Опять же, рассматриваю у меня страну, как я пожужжненого проживания здесь. Ну, не хочу. Не хочу. Как-то хочется что-то больше, знаешь, чтобы было больше нашего окружения. То есть больше людей, с которыми я могу вот так вот. Если ты обещаешь приезжать ко мне чаще, ну, прям раз в неделю, тогда я буду оставаться здесь. Ты же просто будешь? Да. Вот просто раз в неделю. Давай так, что раз в неделю. Все. Подожди, мы добираемся, тебя три дня. Три дня. Три дня, получается, добираетесь. Три дня едете обратно. Я пока не могу прибедить. Возвращаетесь туда один день. Нормально. Здесь три дня обратно. И так по жизни. По жизни. Если ты мне обещаешь, то я саду. А проезд запрашивает? Все, давай сам как-то. Ты нормально зарабатываешь? Что ты прибедняешь? Ну, боюсь, что если я вот так буду делать деньги, захочется быстро. Ну, давай хоть 50 на 50. И так, друзья. Вот в моих руках специальный нашейный вентилятор. Чудо техники, блядь. Чудо техники. Вот, включаешь. Летом тебя обдувает. И это подарок. Подарок мне. Да, но ты не сказал, что ты одел себе этими блюдечками. А надо наверх. Вот сюда, да? Что-то. Это подарок. И у вас тоже может быть подарок свой. Даже три. Нет, ну, в любом случае будет один подарок из трех. Либо свитшотик. Не просто свитшотик. А ленинка. Ленинка. Да, ленинная ленинка. От Under Armour. Ну, и так, это у нас будет первое место чайный чайочек. Второе. Я слишком далеко. Свитшотик. Это пайта, сука. Пайта. Пайта. Пайта, второе. И футболка третья. Футболка будет третья. Или футболка, как ты назовешь? Тише. Чтобы выбрать эти замечательные призы, вам нужно проявить немножко смекалочки и креатива в комментариях. Что нужно сделать, дорогой мой отец? Я хочу, чтобы в формате четверостишья, неважно, короткого стихотворения, возможно, не в рифму, пусть это будет белый стих, но люди придумают одуху. Вот, ну, своего рода гимн пельменный. Понял? Чел, который пишет, его заебали шутки про пельмени. Вот четверостишья, которая просто, сука, раскроет всю суть пельменей, понимаешь? Всю суть вкуса и всю суть ценностей, как таковых пельменей. Пишите одуху пельменям. Если пельмени, то только жареные. Вот, что я понял для себя. Со сметанкой и с зелью. Вот это нахуй! Ну, такие, знаешь, жареные, где под конец еще водички добавляют, чтобы они не супер твердые были. Блядь, я обожаю жареные пельмени щел, я пиздец. Я прям, я не люблю, ну, я люблю вареные, но жареные я обожаю еще больше, чад. Это просто пиздец разъем полный нахуй. Но жареные правильно готовить. Чё? Чё? Покуй, ким, просто на массу. Сол. Пожарил, жюли. Когда пожарил, там водички заливаешь и прыжки на первую. Лучшие пельмени, это женские. Короче, ребята, все, стрим подходит к концу, не забудьте полностью. Я пошел. Куда я пошел? Пошел я нахуй, короче. Все. Ну, отдыхай. Тем более, что это не просто мое разоблачение. Это самая настоящая казнь меня, как медиа-личность. И вскрыло все. Сексизм, психологические травмы, хрупкое эго и крохотный пенис. За член, кстати, вот... Вот это, кстати, я хз, может, пенис реально маленький. Вот он как-а-как он профанет, если он не покажет. В разоблачении ничего не было. Просто хотел, чтобы вы знали, какой он у меня пенис. Казалось бы, где минусы? Одни хвалебные эпитеты. Но чтобы вы понимали, что за борьба гидроцепала вас ждет, намалю контент. Вот она, девочка. Не? Опа. Это реально еба нас ждет сейчас. Она же Дискорд-мурчалка. Ютуб Шептун Асмерчится с каналом 300 тысяч. Подло, как неожиданный понос. Выкатывает на меня 19-минутный разбор с целью уничтожить мой авторитет на своем смурфе. Пуля попала бы мне в сердце, будь у меня авторитет. Но поскольку его никогда не существовало, она отрикошетит ей прямо в темечко. Значит, прикол. В своем телеграме этот бокс-мастер делает... Гревчики с намеком на мой разъеб, периодически обливая меня дерьмо. Что с ней? И как бы продолжение темы, какой он... Ну вы че? Для меня этого уже достаточно, чтобы перестать себя сдерживать и выпустить на волю всех своих коней красноречия. Поэтому предупреждаю, в видео будет много сексизма, мизогиниев, фальшеминга и прочей гадости, за которую обязательно нужно будет поставить лайк. Несколько лет назад мой компаньон... О, ебаный, я такой контент не видел ни разу. Блядь, три в одном, нихуя себе, сейчас будет вообще мясо походу. Он спиздил у меня канал на 200 тысяч человек, затем его переобиновал, а затем посадил туда свою тянь стримить на моем бывшем канале. Исходя из этой информации, куколка делает свое предположение, как из крутого и классного чувака, то есть меня, получился угнетатель. Можно сделать выводы, что эта девушка была инициатором и активным участником отжатия канала у шапки. Возможно, это событие с уводом канала при непосредственном участии девушки Олега в какой-то мере повлияло на дальнейшие отношения и восприятие женщин Ильей. Действительно повлияло, ведь благодаря этой женщине я создал новый канал, который за короткое время собрал огромное количество подписчиков и столько же просмотров. Как поживаешь? А я, кстати, не заметил в ролике какой-то... Держись, подожди. Видно же, что... Какая ирония прям летит. Вот сравнить его с теми, кто реально этим занимается, там прям ярко видно, что... Вот я вам, наверное, сейчас даже в пример приведу. Помните, Бубра? Ему канал, кстати, снесли. Вот помните, когда мы про стример смотрели? Там вообще сексизма было. Я е... Просто. Я еще сидел и думал, какой же мужик, что ты несешь? То есть он потом перестал так себя вести, кстати. Потом ему все равно что-то канал... Сейчас он мне нравится, что он делает. Мне нравится, что он просмотров, и вообще все. Тут я вообще такого не наблюдал. То есть мне интересно, на что притянули к ним. За то, что она сделала мою жизнь такой сытой и прекрасной, я вот замахнулся, чтобы ударить эту шваль, но не могу слишком занят облизыванием ее пяток. На подобных предположениях из воздуха, в принципе, будет построен весь видос. Но есть парочку забавных. Например, кто-то рассказывает свою уши за теорию, что смурфик, который отгребал в прошлых видосах, на самом деле моя девушка. Не, ну а что, рабочая схема. Днем мы с ней гуляем, вечером я дарю ей цветы, а на следующий день разматываю ее мнение на весь интернет в своем видосе на канале Миллионнике. Потому что эта дрянь должна знать, кто в нашей семье по-настоящему. Я реально слышу за теорию. Такой с девушкой гуляешь, встречаешься, все у тебя кайфово, а потом такой, блях, про нее ролик не пиздануть. А что? К чему рулит ситуация? Не, ну ах, девушек своих разоблачаю, детей вообще, наверное, буду. Хотя, знаешь, мне даже лень ждать столько времени. Вот прямо сейчас начну посыпать градом ударов свои яйца, чтобы пиздюки знали, что жизнь в России не сахар. После перешел на формат забавных видео, которые описывали различные аспекты нашей бренной жизни в формате РКГ. Но даже... Что-то, бля, слов с буквой Рэп, нахуя. ...же тогда в них проскакивал определенный взгляд Ильи на женщин. Каждое слово было с буквой Рэп, и это еб... Это можно. ...иметь геймплей женщин достаточно просто и примитивен. Самое главное, это заспавниться с хорошими характеристиками внешности, и на протяжении кача вкидываться именно в эту характеристику. Этот билд настолько популярен, что ему следует абсолютное большинство. Ведь в дальнейшем именно эта раскачка позволит вам любить в себя работягу и откинув копыт очевидное оружие. Ну и далее канал ушел от забавных видео, описывающих человеческую жизнь в формате РКГ, типа смешным видео про отношения фемок и офигевших баб. Эх, все как я люблю. Первые минуты видео, а уже девочка пустила сырный соус поляшкам. Без контекста отрывок выглядит, конечно, не очень, но слегка погодя, я говорю это. Важно понимать, что все вышесказанное обычно подходит под билд содержанка, но также косвенно может являться правдой и в других, менее популярных женских билдах. Конечно, это весьма кринжово на серьезном ебле разбирать ролики в ироничном формате РПГ, но так уж и быть. Зайду на часок в дурдом, стены какашками помазюкать. Значит, описал атрибутику содержанок, уточнил за атрибутику содержанок, равно проскакивает взгляд Ильи на женщин. Ахренто. Разочек объясню, а дальше пойдет дело. Значит, смотри, а в толпе леносит жизнь в формат РПГ. Жизнь не РПГ, а значит гайды делаются по гипотетической вселенной, и с жизнью имеет мало общего, это все прикол, понимаешь? Как мне кажется, подавляющее количество гайдов по играм делаются с упором на максимальное получение профита. Также и в гипотетической вселенной нашей жизни в РПГ содержанка забирает голду, а это уже не максимальный профит. Я минуту назад предлагал ребенка в детдом сдать, так как в игровом смысле он больше обузан. Ну это же, сука, не значит, что я реально призываю детишек в детдом пачками сдавать. Что закалывается, по-шествия? Ну, опять же, она говорит, что финал скатился в обсасывании отношений, терепших женщин и биопроблемок, хотя на перомскрине канала уже видно, что как минимум половина из последних видео с этими темами имеет мало общего, ну и тала. Этот видос уже начинает походить на брачные танцы. Меня с первой эфемняшкой... Я не вижу цель. Я не вижу цель, пожалуйста, а то держитесь от подобных фигней. Меня начинают зубы скрикают. Муж, может быть, заводится, уделять внимание, содержать семью, защищать, решать проблемы, благодарить, творить. Ёбтва, а ты чё будешь делать-то, ебтврот? Поддержим. Ну капец, эти женщины вообще офигели со своими завышенными требованиями. Как можно любить женщину? Ладно, давайте послушаем, что ещё нам скажет Илюша по поводу завышенных требований женщин, от которых у него аж скайпят зубы. Держать семью, защищать, решать проблемы. О май гад, а вот сейчас эта женщина заговорила на тему денег и ответственности. Бля, мне ей у*** хочется, я не знаю. Она меня просто уже через интернет выбесила, б***ь. Я её, клянусь, первый раз вижу, она меня уже заебала, это как... Все же знают, что мужчины не обременённые отношениями с противоположным полом безработны, и в жизни никому не помогают, даже бабуля вместо в транспортировке. Да, я их пинаю ещё, кстати, бабулик этих её ахуля, они, б***ь, сразу как заходят, сразу первым делом налево-направо садятся. А я, может, молодой, у меня колени слабые, ну... Ступают, абы, как бы, б***ь, ну и она пошла реально. Думали, про защиту тоже могу сказать, что если нет секса, то и контрацепция не может. Хранят тебя предки. Не, ну это логично. А что это за шарики воздушные? То звучит как сёр, а в минус шасси не так. Какой-то будь вечный сон. Если у меня нет секса, я что, презерватив должен на пенисе носить, б***ь, чё за... Что у меня рука залетит от меня, я лечу. Она про отношения. Да какая разница, если нет, б***ь, нахуят твои девушки предохранятся. Чё за бред, это ж вообще в любом формате бред, еб. Всё устроено, походу. Если нет секса, то и контрацепция не нужна. Реально звучит как сюр. Я вот каждый день в набалдажнике гоняю, чтобы не зародиться неневичкой от отсутствия секса, например. Ох уж этот Илья со своей неадекватностью. А по поводу претензий к решению проблем своей женщины всё очевидно. Нет ничего плохого в том, чтобы решать проблемы своей девушки. Можешь ли ты это делать? Да. Должен. Нет. Ибо проблемы есть у всех людей. И требовать от партнёра решения всех своих проблем, это как минимум охеревший запрос. Ты становишься в позицию этого ребёнка, за которым нужно жопу подтирать, а не партнёра и спутника по жизни, кой мы и должны являться. Твою мать, я вообще не еб. Это за чел, я впервые включил. Чё за база? Подписка. Супер. На дороге к женщин, если мужик после работы не плюхается на диван, открывая шикащую Балтику, это уже победа. В доме работы не было ни одного, который действительно отнимал бы значительное количество времени. Да из чего он взял, что мужчины, приходящие после работы, плюкающиеся на диван с Балтикой, не любят свою женщину, не содержат семью, не уделяют внимания своей даме. Я пока не могу. Да я знаю шапку только по реакции, типа аниме, который я обосрал. Вот мы на ДР познакомились Макса и всю, и не еб. Не смотрел никогда, а может смотрел, не помню. По-моему, я ПРПГ смотрел, кстати, видос. С решением проблем. Ну да, проблемы это штука, которая совсем не отнимает время, они же только пустяковые бывают. А почему мужик после работы с Балтикой это победа? Потому что работающий мужик в семье это уже хорошо, на контрасте с безработными мешками, которых на своих плечах некоторые женщины протаскивают. Ну, думаю, что такое завышенные женские требования в понимании шапки мы разобрались. Блин, наверное, вам нужно объяснить, что только что сейчас произошло. То есть куколка взяла один отрывок из 17-минутного видео, не выкупила претензий, размазала говнище по вентилятору и на основе одного вот этого отрывка формирует за меня мнение о женщинах. И делает, собственно, на этом вывод. Это что за наглость вообще? Ты куда остальные тиктоки из 17-минутного видео делаешь? Что происходит? Вообще прикольно по луным фактам делать выводы. Я вот, например, по теории Ламброза угораю. Сейчас проверим по твоей голове, какой ты преступник-то. Круглое лицо. Ну, понятно, перед нами серийный убийца чизбургеров. В нашем обществе поступаться мужскими желаниями ради женских уже и обыденности. Блин, я просто не понимаю, что происходило у Шапки в голове, когда он накладывал этот видеоряд именно на эту аудиодорожку. Где тут мужчина поступает со своими интересами ради женщины? Я не понимаю, он что, хотел оставить этот букет себе, а эта мерзкая женщина пришла и отжала его? Эх, тяжело головастику живется. Ведь если картинка не соответствует содержанию, то все. Тикток мозг не справляется и происходит коллапс лобной доли. А если я тебе аудиокнигу включ... Бля, мне еще нравится, как он вот так озвучивает, как, знаете, как репортер с телека. Типа лобной доли. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...